Приветствую вас на канале Крысяки-Пупсяки. Сегодня в этом видео покажу вам немножечко, как мы с Левой и Мойсей занимаемся творчеством. Кто-то, может быть, уже знает и даже подписан на другой мой канал, где я показываю свои какие-то расписные изделия. Я занимаюсь росписью по ткани, там есть видео про мои выставки, выставки моих учеников, а также я рисую, потом нажимаю ускорить, и буквально за 2-3 минутки можно посмотреть, как я что-то расписала и послушать интересную, какую-то вдохновляющую притчу. Так что, если вам интересно, и если вы еще не подписаны на тот мой канал, заглядывайте, подписывайтесь, смотрите, пишите, буду очень рада. Ну, а вот сегодня покажу вам, как мы с Левой и Мойсей плетем ручки для сумок. И это всегда так очень у нас, работа всегда кипит-кипит. Лева с Мойсей помогают, ну и, конечно, я стараюсь, чтобы они во всем поучаствовали, хоть немножко. Ну, вот я плела ручки для сумок из вот таких вот, из этого шпагата, да, и они мне помогали. Я нарезала, они все тянули, тащили, в общем, им весело. Конечно, долго я им не даю это делать, что бы я ни делала, долго они не участвуют в этом, немножко. Иначе они, конечно же, все пометят и погрызут, и что-то испортят. Но не без этого, конечно, тоже бывает, что и погрызут, и испортят. Я сильно не расстраиваюсь, я на это рассчитываю, как говорится, не без потерь. Вот, поэтому позволяю им поучаствовать во всех своих творческих процессах, там, где они точно не навредят. Конечно, расписанный шелковый платок, который еще не закреплен, у которого еще краска не закреплена, конечно, я им не дам по нему пробежать, потому что раз и все. Вы знаете, что будет тогда, да? Хотя бывали случаи, когда я принесла что-то, хотела обрезать нитки, тут мне зазвонил телефон, я забыла, оставила на подоконнике, и вообще ушла, и пришла через несколько часов, смотрю, боже мой, лежат платки на подоконнике. Думаю, все, труба, дело, расписанные шелковые платки лежат на их подоконнике, а они же туда постоянно лазят. Ничего, погрызли только один шарфик, только один единственный погрызли. Все остальные пришлось только перестировать, потому что, ну, очень ими пахли, ну, так они уже пометили, каждый не по одному разу. И довольны такие были, ну, как они не попилили в труху эти шарфики, платочки, я не знаю. Вот, так что крысы любят шелк. Они вообще все любят. Все, что интересненькое, новенькое, какие-то появляются ножницы, коробки, нитки, все-все, им все нужно исследовать, все нужно попробовать на зуб, и желательно пометить еще. Очень любят с этим со всем играть. Вообще очень любят, когда я сижу и у них в комнате что-то делаю. Ну, кто не знает, у крыс своя комната, она же моя творческая мастерская. Я там рисую, шью, что-то делаю, вот, и они мне помогают, участвуют во всех процессах. Вот, если вам интересно, заглядывайте на другой мой канал, посмотрите, что мы делаем с Левой и Мосси. А до этого мы делали с Татошкой, с Емелькой, с Казимирушкой и Савушкой. Всем крысам я позволяла поучаствовать во всех творческих процессах. И у меня есть такой подрамник большой, почти метр на метр деревянный. Его погрызли все крысы, которые жили у нас. Вот прям каждый оставил зубы, он уже такой погрызенный. Ну, функциональность его не поменялась, он по-прежнему подрамник, по-прежнему я на него натягиваю шелковые платки, когда расписываю. Он от этого хуже не работает, все нормально, но на память оставили все свои погрызульки, зубки все свои, все крысяки наши оставили там зубки на память. Такие баловные, такие баловные, ой-ой-ой, все тянут, все им интересно, все им надо. И хотите посмотреть, что получилось из всего вот этого? Я сплела для двадцати шести сумок ручки. Вот, посмотрите, по две ручки получилось пятьдесят две. Долго мы плели, что-то вместе, что-то я одна плела. Ну, в общем, весело было нам. Так что у нас своя комната. У нас с Левой и с Мосей отдельная комната. Ну, вернее, у них своя, а я ее арендую, как творческую мастерскую. Там прихожу, что-то творю. А так они там у нас живут. И кто-то удивляется. О, у крыс своя комната? Да, я всегда мечтала, думала, как бы это нам так сделать, чтобы у нас была у крыс своя комната, у меня мастерская, и все вместе было. Вот, крутили, вертели и выкрутили. У нас теперь нет зала, но зато у нас есть у крыс своя комната, а у меня творческая мастерская. Ничего, нам в тесноте да не в обиде. И я там творчеством позанимаюсь, им даже веселее, и они. Ну, приходится, конечно, там часто убирать, но все равно. Все равно классно. Вот. Так что вот у нас такое вот творчество. Льняные эти веревочки им очень понравились. Носили, таскали, грызли. Все вроде бы целы, ничего не распилили. Надеюсь, вам понравилось, как мы занимались с Левой и Моисеем творчеством. Ну и заглядывайте на мой канал, посмотреть, какие сумочки получаются, косметички, платочки, шарфики. Интересные притчи послушайте. Ну и другие какие-то моменты. В общем-то, называется мой канал Марина Шутко «Творческая жизнь». Там делюсь еще каким-то своим творчеством, кроме крысиного творчества. Буду всем вам рада. Алло, Мося. Очень заняты делом. Они у нас крысы-трудоголики. Работают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова